Привет, друзья! В последнее время не раз меня просили сказать пару слов о патриотизме. И да, у меня есть что сказать по этому поводу. Правда, не знаю, в этом выпуске понадобится мне доска или нет, но пусть будет, я уже к ней привык. В первую очередь, патриотизм это созидательное чувство. Это прекрасно. Он основан на любви, на любви к своей стране. И что может быть прекраснее, чем любовь? Это самое замечательное чувство на земле, которое добавляет в мир добра, если вы правильно понимаете это понятие, что такое любовь. Ну, вот как сказал принц Сиддхартха Гаутама, который нам известен как Будда, когда тебе нравится цветок, ты его срываешь, когда ты любишь цветок, ты его поливаешь. Вот все, что вам нужно знать о любви. Ну, то есть, любовь это прекрасно, да, и патриотизм основан на этом чувстве. Даже если патриотизм вызван при помощи каких-то махинаций, какой-то дезинформации. Но сама суть явления, человек испытывает какой-то позитив, какую-то, ну, какую-то эмоциональную привязанность вот к своей стране. Это хорошо. Но есть такой вот аспект, который часто остается вне поля зрения. И хочу здесь процитировать совсем другого уже человека, моего любимого комика, ныне покойного Джорджа Карлина. Который в одном выступлении, он рассказывал про надписи на футболках. И он говорит, они пишут, ну, про американцев. Они пишут на своих футболках, я горжусь тем, что я американец. Что, мать твою? Ну, он там с матами все это рассказывает. Говорит, ты гордишься. Гордиться можно собственными достижениями, чем-то, чего ты достиг, своим трудом, своими способностями. А это просто генетический инцидент. Так вышло, что твои родители были американцы. У меня, говорит, были ирландцы, я ирландец. У тебя американцы, ты американец. Здесь нечем гордиться, да? И, говорит, если ты хочешь какой-то позитив выразить по этому поводу, напиши, я счастлив быть американцем. Ну, мол, мне вот там не нравится жить в тех каких-то других странах, а здесь нравится. И так получилось, так мне повезло, что я здесь родился. Какое удачное совпадение, и я счастлив по этому поводу, да? Ну, а потом он говорит, они пишут на своих футболках, боже, благослови Америку. И говорит, что? И объясняет, что богу нет дела ни до какой Америки. Есть огромная вселенная, и если такая крошечная пылинка, как земля, ему почему-то более интересно, чем все остальные другие пылинки, то конкретно Америка, ну, знаете, и он говорит, если бы Иисус был здесь, он залез бы на крышу самого высокого небоскреба, распростер бы руки во все стороны, и сказал бы, господи, благослови всех живущих, и людей, и всех других живых тварей, и наполни их сердца любовью, отныне и во веки веков, аминь. Вот так бы сказал Иисус, говорит. Но он не сказал бы, господи, благослови конкретно эту страну, внутри существующих на сегодняшний день границ государственных, да? И ни в коем случае не перепутай, не захвати 2-3 человека из Мексики, да? Не надо их благословлять. Такого бы Иисус не сказал. Так вот, возвращаясь к патриотизму, ребят, понимаете, это хорошо любить свою страну, а вот не любить все другие страны, это какая-то такая нехорошая форма патриотизма. То есть, понимаете, у людей как-то так постоянно выходит, что ага, патриотизм это хорошо, поэтому я свою страну любить буду, а все остальные пошли нахрен. Дело в том, что патриотизм действительно нужен и необходим при войнах. Так уж исторически повелось, что ни одна полноценная жизнь, ну вот такая какая-нибудь 50-60 лет хотя бы, не была прожита за все, сколько существует людская цивилизация, чтобы нигде не было войн. Постоянно кто-то где-то кого-то убивает, нападают и убивают. И по сей день, да, пока мы сидим и нажимаем на кнопочки на компьютерах, кого-то убивают, кого-то репрессируют. На земле очень много таких регионов. И патриотизм, он нужен при войнах. Почему? Потому что, ну вот, есть какие-то государства, какие-то общества по каким-то принципам построены. И вот государство и какое-то вот здесь коллективное, бессознательное, да, какое-то такое, ну, национальная самоидентификация и культура вот этого общества, это нечто гораздо большее, чем судьба одного человека. И когда кто-то на кого-то нападает, один человек легко может переметнуться. Он подумает, ну, я буду жить не так, а буду жить, ну, хотя бы даже рабом. Я буду влачить, жалкое существование, но я выживу и, наверное, рожу детей, и мой род продолжится. В общем, есть способы. А вот культура может умереть, исчезнуть бесследно, да, государство это может, вот как система интеллектуальная, она может исчезнуть просто. И она себя защищает. И в принципе патриотизм, сейчас не подумайте, что я какой-то негатив пытаюсь передать, нет, абсолютно нейтрально говорю, что по сути своей патриотизм есть чувство навязываемое сверху. То есть государство как система не в лице лично какого-то чиновника, а просто, ну, так это все организовано, что для того, чтобы защитить себя, вот именно вот это вот государство, оно как бы транслирует своим рядовым участникам, своим рядовым членам, что нужно вообще вот любить, вот думать про вот эту свою общность и так далее. Это естественный такой процесс социальный. Это, ну, ничего такого в этом нет, ну, ни злого умысла, ничего. То есть патриотизм, он не природен. Ну, в природе такого нет. Ну, знаете, как стыда нет в природе, смущения нет в природе. И вот патриотизма тоже в природе нет. То есть каждое животное, оно просто думает, как ему выжить и как покушать. А это уже такое вот из-за того, что существуют вот эти вот общества, да, и они друг с другом сталкиваются, то патриотизм помогает, ну, как бы держит это в трудные моменты, как цемент. Что вот нужно, как бы, друг за дружку здесь держаться, чтобы наша культура, наш образ жизни, собственно, чтобы не умер, да. Потому что вам придется, ну, если вы будете пренебрегать этим, то в любой день может кто-то прийти и заставит вас жить по-другому, да, а вы этого не хотите. Так вот, ну, получается, для таких вот конфликтов, столкновений, он пригождается очень сильно. А вот в мирной жизни часто вот люди, которые не знают, куда себя применить по жизни, они свой патриотизм превращают, как-то извращают, и превращают в некое подобие национализма, когда у нас начинается уже доминирование одной нации над другой. Мол, мы здесь хорошие, а все остальные чурки поганые. Или там еще как-то, или еще как-то. Постоянно очень много людей там, которые заморочены на супер-пупер нереальной какой-то славянской там, древней культуре там и так далее. Вы не переживайте, как бы, ну, как было, так и было. Если что-то было, историки все раскопают, да. Ну, на сегодняшний день, насколько мне известно, в шестом веке нашей эры впервые стали появляться упоминания вообще в каких-то исторических документах, что вот какие-то славяне живут, что вот что-то есть. До этого документов было много, упоминаний нет никаких, да. Но сейчас мы не об истории, не о происхождении, а просто я о том, что люди начнут заморачиваться, что вот моя нация уникальна, я практически от представителей любого народа слышал такое. Как-то у меня были знакомые армяне, где золотые люди вообще просто, вот встретил бы их не только руку, пожал бы, а обнял бы. Но они могут там рассказывать, что вот только у нас в стране вот придумано лекарство от СПИДа, и со всего мира к нам ездят лечиться. Ну, правда, никто не знает там по телевизору, а так все знают и ездят. Там кто-то говорит, что вот армяне самый умный народ на свете. Ну, ты не знал? Ну, тут, понимаете, дело не в армянах. Опять-таки не пытаюсь их дискриминировать, что они все такие. В каждой национальности это такое есть. Я это слышал практически в любой стране, где бывал. Так вот, понимаете, это проблема, что люди вот в мирное время ходят и трансформируют свой патриотизм вот в национализм, и что нужно вот любить именно вот очень свою страну, свою нацию, свою национальность, не знаю, свою культуру, а всех, ну, все остальное отторгать. На самом деле, ребят, про Иисуса, помните, да? Благослови всех живущих, и людей, и нелюдей, да, всех живых тварей, и наполни их сердца любовью. Хорошо должно быть всем, если мы хотим какого-то равенства, да, чтобы не было войн. Хорошо должно быть всем. Если кто-то совершает какие-то ошибки, кто-то, кто живет с нами по соседству, нужно его научить, нужно его воспитать, нужно приложить к этому усилию. Это трудно, скажете вы? Безусловно, это трудно. Но начинается все с нашего стремления, с нашего желания. Трудно, это когда мы уже взялись, и тогда трудно. Но скажите, вы изначально хотите всех сапогами попрать, под себя подмять и доминировать, или вы хотите равенства? Так вот, если вы хотите равенства, ну, можете пока не браться, перевоспитывать кого-то, да, потому что это трудно. Ну, там, помогать им как-то там, уразуметь какие-то истины, которые, ну, вы думаете, что у вас в голове есть, да. Ну, не беритесь пока, раз это трудно, по вашим словам, да. Но не стремитесь всех там подмять, угнетать, всеми пренебрегать, всех презирать. Не нужно сеять негатив, понимаете. Коль уж мы начали с того, что патриотизм это любовь, да, то пусть любовь и процветает вокруг. Ну, и, в общем-то, я даже не знаю, что здесь добавить, ребят. Хотелось бы все-таки стремиться к тому, чтобы всем на земле было хорошо, а не кто-то был лучше кого-то. Ах, да, вот что хотел еще важное упомянуть. У меня на стене ВКонтакте есть специально пост, посвященный дискриминации и расизму, и там два видео. И в том, которое конкретно про расизм, там второе вы увидите, там звучит такой пример, что с 17 по 19 век, там за 200 лет истории, вот историк приводит статистику по поводу расизма, что вот из Африки чернокожие люди, вот там же процветало рабство, там все такое, ну, 17-19 век, там их вовсю еще как бы торговали рабами, возили, да. Это все только в 20 веке закончилось. И за 200 лет из всех вот этих стран африканских порабощенных, каких-то деятелей науки, культуры и искусства, внесших свой вклад в какое-то мировое наследие, их всего, ну, человек 10, может быть. Но потом они приводят, ну, он приводит статистику, за тот же самый исторический период из России, но только не из аристократической верхушки, не из интеллигенции там какой-то образованной, не из помещиков, а из крепостных крестьян. То есть 90 или больше, там, не знаю, 95 процентов населения, вот миллионы и миллионы людей жили, да. И вот из них за 200 лет, ну, он, по-моему, назвал 4 человека, вышли вот таких заметных. Один из них Ломоносов, а там еще какие-то примеры он называл. То есть на самом деле все только от образования, воспитания и культуры зависит. И, ну, можете биологов послушать, палеонтологов, они вам скажут, что мозг и тело разных там людей, вот национальностей, рас, они настолько мизерно различаются, что просто вот новорожденного человека другой расы, ну, другой национальности, другой вообще расы, да, просто воспитая вот в определенной культуре и дай ему определенное образование. Он полностью заполнит это общество. То есть какого-нибудь, я не знаю, филиппинца в русской семье воспитая, он будет полностью русским и все у него будет нормально, образование русское, он будет вести себя и думать, как русский, да. Поэтому еще раз просто хочу акцентировать, что стремиться нужно к образованию, к воспитанию, к оккультуриванию людей. И как еще один сказал интересный человек, кого я не знаю, кто это был, но однажды я видел видеоролик, он говорит культурный, ну, нет, говорит, конфликта культур, бывает конфликт без культурья. Культурный человек с культурным всегда найдет общий язык. Ну, то есть любой расы, любой национальности, вот представитель, там, в данном случае речь шла, что представитель, там, Чеченской республики, да, и какой-нибудь москвич. Ну, москвич культурный и чеченец культурный, они всегда повадят, всегда найдут общий язык друг с другом. Не будет никаких конфликтов. Поэтому давайте бороться за культуру, за образование и за воспитание, но не будем патриотизм превращать во что-то негативное, фыркать и говорить, что где-то люди не такие, и им нужно показать, им нужно утереть нос. Это все-таки негатив, деструктивизм. В общем, не надо так, ребят. Подумайте об этом. С вами был Торвальд. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин